Значит, два Авраама. Один Авраам предшественник Иуде-Алеве, другой Авраам в более поздний период творил. И Авраам Ибн-Дауд действительно считается первым еврейским аристателликом. А вот относительно Авраама Бархии есть дискуссия по этому поводу, как его лучше квалифицировать. Мы начнем с него и заодно увидим, каким образом вот этот предшественник Иуде-Алеве, неизвестно, повлиял он на Иуде-Алеве, знал ли Иуде-Алеве его произведение или нет. У меня лично складывается ощущение, что Авраам Бархии, он в каком-то смысле немножко недооценен в истории еврейской мысли, потому что есть какие-то моменты, которые и с Маймонидом его связывают, и с Иуде-Алеве его связывают. Главная особенность его в том, что он писал, в отличие от всех остальных авторов, о которых мы с вами говорили, он писал на иврите. Частично это объясняется тем, что он жил в христианской Испании уже, хотя на самом деле в XII веке, в общем-то, и в христианской Испании сохранялся арабский язык как разговорный, но латинский, в общем, постепенно становился доминирующим в христианской среде, естественно. Авраам Бархия знал прекрасно арабский язык, и тем не менее он писал на иврите. Ну, и не исключено, что он участвовал каким-то образом в переводах некоторых произведений с арабского на латинский в том числе. Такого рода догадки тоже существуют, хотя у нас явных свидетельств этого нет. Авраам Бархия, кроме всего прочего, носил такой титул. Масси его часто называют в некоторых источниках, и, судя по всему, он был в каком-то смысле таким приближенным к властям человека, ученым своего времени, который, судя по, как вы видите, его сочинениям, я не стал перечислять названия всех его сочинений, но у него есть сочинения по математике, геометрии, в том числе о том, каким образом, так сказать, измерять и метить территории, проводить границы, то есть что-то такое вроде прикладной геометрии. У него есть работы по астрономии, и астрономия у него периодически сливается с астрологией. Есть его переписка с таким Иудой Бен Барзиллай относительно того, является ли астрология наукой или нет. Вот Иуда Бен Барзиллай скептически к этому относится, а Авраам Бархия как раз защищает астрологию. И его такое большое произведение, которое тоже не дошло до нас целиком, это «Основание разума и башни веры» Исод Атвуна, это называется «И мигдальга имуна». И это своего рода научная энциклопедия, одна из первых научных энциклопедий, на «Иврите» точно первая, но одна из первых научных энциклопедий, которые были написаны в Средние века. То есть некоторые авторы, относящиеся к направлению, которое я условно называл философским, в Средние века создавали подобного рода энциклопедии, то есть попытка каким-то образом выстроить систему наук, что, собственно, и является философией, и как-то ее популяризировать, может быть, ввести в какой-то оборот обучения и так далее. И вот такого рода произведения есть и у Абрама Бархи, который является первой на «Иврите» научной энциклопедии. Ну и два его произведения, которые очень хорошо известны, достаточно широко распространялись, судя по количеству рукописей, это «Магилата гамегале», игра такая, слово. «Магила» – это свиток, но он называется так, почему? Потому что свиток раскрывают. Вот он называет свое произведение «Свиток открывающего». На русском игра слов пропадает, а на «Иврите» она очевидна, «Магилата гамегале». И что он открывает, это как бы тоже отдельный вопрос. Открывает какие-то тайны или открывает сведения о конце времен. Потому что его, как мы увидим, историософия и определение конца времен очень интересовали. Еще одно его произведение называется «Игайон ганефиш гаацува». Обычно он на русский переводится как «медитация печальной души». Ну, про слово «Игайон» я уже, по-моему, говорил, что оно происходит с глагола «лагогод», «геге», «геге» – это звук. И вообще-то «Игайон» в Писании – это действительно некая медитация, может быть, в общем-то, беззвучной, а «Игайон» не может быть беззвучным, «Игайон» звучит. Ну, и это слово, кроме всего прочего, частично, может быть, по недоразумению, стало обозначать на определенном этапе логику. И сегодня в современном, видите, это означает логику. Но здесь речь идет не о логике как раз, а именно о звучании, что ли, да, такой медитации – это как бы немножко анахронизм в переводе. Звучание души или то, что душа «гога», то есть рассказывает, почему эта душа грустная, тоже легко понять, потому что она, на самом деле, находится в тюрьме вот этого мира и мечтает вернуться к своему источнику. Ну, и, собственно говоря, в силу вот того, что я говорил уже, да, о том, что неоплатоники действительно часто пишут произведения о душе и в том числе, потому что Рамбархия пользуется теорией иманации, его некоторые исследователи, ну, ранние исследователи уж точно, относили как раз к неоплатоникам. Но в последнее время это стали пересматривать, потому что, на самом деле, у него достаточно большое количество концепций или подходов, которые скорее говорят о нем, как об аристотелике. То есть, на самом деле, это определенная смесь. Мы видели уже такого рода смесь и у Шлома и Бенгвероля. И вот у Авраама Бархии это тоже просматривается. И мы увидим определенного рода сходства между Ибнгверолем, или, по крайней мере, созвучи некоторых мотивов между Ибнгверолем и Авраамом Бархии. Есть еще два произведения, которые упоминаются либо у других авторов, либо у самого Авраама Бархии. Это Гедерга, да, определение человека, то есть какое-то антропологическое произведение. И Сефира Гагилгуль, что, в общем, является таким спорным, что ли, моментом в истории еврейской мысли средневековой, метэмпсихоз или перерождение души. Это концепция, в общем, изначально нееврейская, которая некоторыми авторами еврейскими была задействована. И, например, Рамбан, Абим Шебен Нахман ее используют, в том числе для объяснения, например, книги Йова. В дальнейшем в Кабале звучат идеи, которые связаны с этим самым Гилгульный шамот, то есть перерождением душ. Ну, а с другой стороны, есть авторы, которые категорически против этой концепции. У Авраама Бархии вроде бы, ну, и мы по логике того, что он пишет, ему действительно вполне подходила бы концепция метэмпсихоза и перерождение душ, как мы увидим в дальнейшем, но эта книжка до нас не дошла. Ну, давайте мы прочитаем небольшой фрагмент из предисловия к вот этой энциклопедии «Основы разума» и «Башня веры». Вы видите, что разум и вера – это стандартная пара. Как сочетать их? Все средневековые философы над этим бьются. Как же разум и веру мы можем сочетать? Ну, и в том числе вот в этом предисловии Авраам Бархия тоже об этом говорит. Он начинает с двух стихов, знаменитых из книги «Ирмияу» «Ирмия». Так сказал Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатым богатством своим. Но вот чем пусть хвалится хвалящийся, постигни и знай меня, поскольку я Господь, творящий милость, суд и справедливость на земле. Ибо этого я хочу, слово Господа». И Авраам Бархия говорит, что каждому известно, что мудрость – это не что иное, как постижение Бога. Когда получается странная история в этом стихе, или странная противоречия, парадокс. Это подобно тому, как кто-то бы сказал, да не хвалится мудрой мудростью своей, но пусть хвалится человек мудростью. Потому что чем хвалиться нужно? Постигни и знай меня, постигни и знай меня. Вроде бы это тоже мудрость. И дальше он решает это противоречие. Говорит о том, что слово «мудрость» имеет два значения. Он может означать как теоретическое познание, это и есть истинная мудрость. Так и практическое умение, практическое. Здесь похоже на деление аристотельское и вообще античной философии между теоретическим познанием и фронисисом. То есть есть теория, есть фронисис. Фронисис – это практическая мудрость. Неизвестно, насколько это влияние именно вот этого развлечения. Но так или иначе, практическое и теоретическое знание и то, и другое называется мудростью. И Авраам Бархия их различает. И оба вида мудрости приобретаются человеком за счет рассуждающей способности души. Ну или, как говорят говорящие, опять же, нефиш Меда Берет, по крайней мере, так переводит вот эту разумную душу Авраам Бархия. И дальше говорит о том, что душа человека наделена тремя способностями. Мы это все уже прекрасно знаем. Растительное, животное, рассуждающее или говорящее. То есть человек является существом, в котором как бы вот эти три онтологические страты существуют. У растения есть только одна, у животных есть две и растительное, и животное, а у человека есть три. Вот этих самых части души или страты души, которые соответствуют, собственно, стратам всего существующего в подлунном мире. И человек является человеком благодаря рассуждающей или разумной способности. И каждой из способностей души присущи наиболее совершенные качества. И вот, собственно говоря, таким образом Авраам Бархия пытается установить соответствие между стеклом, который мы прочитали, и вот этой трехчастной структурой человеческой души. Он говорит, что растительной способности соответствует богатство, животной способности соответствует сила, а рассуждающая или говорящая – мудрость. Причем практическая, которая включает управление двумя другими способностями, и теоретическая, она ее называет самосозидающей, и воссоздающей вообще прочие способности души, и обеспечивающей право на долю в грядущем мире. То есть рассуждающая часть человеческой души, она обладает как бы двумя изводами, двумя изводами мудрости. Мудрость – это достохвальное качество этой рассуждающей души, но она представлена как бы вилкой такой, если ли, практическая, теоретическая. И получается у Авраама Бархии, что Иеремия говорит о том, что человек не должен хвалиться совершенствами тех способностей души, которые связаны с его телесностью и пребыванием в дольном мире. Оно может хвалиться лишь постижением, которое обеспечивает созерцание мира горним. То есть хвалиться нужно какой частью души? Вот той, которая является теоретической. Практической тоже не стоит хвалиться. Почему? Потому что практическая, она в том числе ответственна за растительную и животную, она ими управляет. А теоретическая – это как бы та, что направлена ввысь. Практическая направлена как бы вниз, а теоретическая направлена как бы вверх. Тогда Иеремия, согласно Авраама Бархии, собственно говоря, это и имел в виду. Это такое философское прочтение Иеремии, которое предлагает Авраама Бархии. Я не случайно этот кусочек прочитал. Здесь выводов каких-то особых из этого сделать сложно. Мы видим просто философскую интерпретацию или такое соответствие, которое, в общем, характерно для многих философских комментариев. Сама по себе идея, в общем, более-менее понятна. Я привожу ее только для того, чтобы мы с вами, когда будем читать Маймонида, вспомнили об этой зарисовке, так сказать, в этом предисловии Авраама Бархии. Потому что, как выяснится, у Маймонида очень похожий конструкт, который вписан, конечно, в гораздо более изощренную трактовку. Но сам по себе этот конструкт у Маймонида присутствует. И напрашивается, конечно, предположение о том, что Маймонид читал Авраама Бархии, знал его. Почему это еще важно? Потому что, опять же, немножко предваряя, опережая то, что мы будем говорить позднее, у нас есть свидетельство такое письменное, письмо, в котором Шму или Бантибон пишет Маймониду и спрашивает его, кого из еврейских философов не почитать. И Маймонид на это ему отвечает, что нет, никаких еврейских философов нет. Извини. Ну, кроме меня, конечно, никаких еврейских философов нет. Читай и арабских философов. То есть, среди евреев, в общем, никаких философов и не было. Ну, был и цех Исраэль, он говорит, но это просто врач, это не философ, а просто врач. Авраама Бархии он вообще не упоминает нигде на его страницах, никаких упоминаний об Аврааме Бархии нет. Тем не менее, вот эта конструкция, как мы видим, в дальнейшем она присутствует у Маймониды. Теперь несколько фрагментиков из другой его книги, Кайона Нефиша Цула. И мы, прочтя их, увидим, что здесь есть очень близкие идеи к тому, что говорил Шломай Бенгвероль. Он говорит, например, о материи и форме. То есть, вот эта тема материи и формы, как, собственно говоря, такой определяющей структуре всей реальности, которая делится на материю и форму, он тоже прорабатывает так же, как и Шломай Бенгвероль. И вот он говорит, что материя слишком слаба, чтобы быть самодостаточной и восполнять собственные недостатки. Она способна на это только в соединении с формой. Форма же не может быть зримой или доступной для чувственного восприятия, если не является одеянием материи, которая несет ее на себе. Итак, каждая из них нуждается в другой и предназначена для того, чтобы сделать другую способность существовать или быть доступной для чувственного восприятия мирских созданий. Видите, что здесь есть различия. Одно дело сделать другую способность существовать. Эта форма делает материю способность существовать, а материя делает форму доступной для чувственного восприятия. Это, на самом деле, как бы… Давайте я попробую подчеркнуть. Что-то у меня не получается подчеркнуть. Выделить это. Как это делается? Тик-тик. Нет, что-то у меня не получается. Ну ладно, я надеюсь, что вы и так видите эту строчку. О чем это говорит? Вот это не вполне симметричное объяснение того, что форма нуждается в материи, и материя нуждается в форме. Потому что, с одной стороны, материя оказывает способность существовать, и тогда, по сути дела, она получает некий онтологический статус. А форма изначально онтологическим статусом обладает. Но она не обладает чем? Она не обладает статусом, который можно было бы назвать эпистемологическим, то есть доступной для чувственного восприятия или познания. Хотя для познания отдельный вопрос, доступна ли она, форма, которая отделена от материи. Но форма, в общем, предполагается в этих словах, что форма как бы может существовать, а материя без формы никак. Но зато для познания формы, или, по крайней мере, для чувственного восприятия, материя как раз форме нужна. Ну и дальше он говорит, что без формы материя не могла бы существовать, тогда как форма без материи не могла бы быть зримой. Тем не менее, форма более возвышена, чем материя, ибо она нуждается в материи лишь для того, чтобы быть зримой. Тем не менее, здесь может лишнее просто. Не тем не менее, а именно поэтому форма возвышенная, а материя нет. Потому что форма могла бы существовать самостоятельно, но оставалась бы невидимой тогда, как материя просто не существовала бы вовсе, если бы не была формы. И сказанное объясняет их связь и отношения между миром. А дальше он наподобие того, что, ну, подобие здесь условное, да. То есть у Флама и Бенглероли несколько иной подход к тому, у него, собственно, в материи и форме получают все больше и больше абстрагирования, да, охватывая весь универсом. А Рамбрахия тоже приводит некую классификацию, да. Он говорит, что каждая из них может быть разделена на две части. Две части материи – это чистая беспримесная часть и осадки и отложения. То есть материя, по сути дела, бывает двух сортов – чистая материя и какая-то не очень хорошая материя. Форма, которая вообще не способна соединяться с материи и пустотелая, открытая часть, которая может соединяться с материи и вместить ее в себя. Здесь отдельные споры, форма вмещает себя в материю или, наоборот, охватывает собою материю, но в данном случае не будем в это вдаваться. Мы видим, что здесь вместить ее в себя, надо проверить перевод, насколько он адекватный. Сияние самодостаточной формы, которая слишком чиста, чтобы соединиться с материей, распространяется и светит на пустотелую форму, делая ее способной обвлекаться в материю во всех формах, какие материя способна придать. То есть получается, что вот эта возвышенная форма, которая не способна сочетаться с материей, она обеспечивает для формы, готовой соединиться с материей, она, собственно, обеспечивает ее потенциал, она каким-то образом светит, то есть как-то влияет, и это влияние этой независимой формы на форму, которая способна соединиться с материей, дает возможность материи принимать разные формы. Вот эти два начала материи и формы хранились у Бога и существовали в потенциальности до тех пор, пока он не счел необходимость перевести их в актуальность. Вот этот переход из потенции в актуальность – это чисто аристотелевская концепция, которая пронизывает у Аристотеля, собственно говоря, все, что связано с физикой и метафизикой. И главное, я уже говорил, повторюсь еще раз, что одно из главных понятий философии Аристотеля – это движение. И вот это движение, движение бывает внешне, движение свойственно и любому существу изнутри, любое существо развивается и движется от своего потенциала к своей актуальности. И в этом смысле он говорит о том, что вот эти два начала, и это очень похоже на Иббн Гвероле, материя и форма находились у Бога и существовали в потенции. Мы помним, что у Ибн Гвероле Бог должен пожелать, то есть воля, которая приводит в движение вот эти абстрактные материи и форму, которая в дальнейшем пронизывает весь универсум, у Ибн Гвероле присутствует. И здесь очень близкая к этому мысль, хотя в гораздо меньшей степени развита, чем то, что мы читали или, по крайней мере, намек на это видели в произведении Мекор Хаим, источник жизни. И дальше он говорит так, говорят, что когда чистая мысль Бога решила актуализировать их, здесь, видите, не воля, а мысль все-таки, это тоже важное отличие, потому что в Ибн Гвероле это воля, воля переводит к актуализации, а здесь чистая мысль. Он сделал так, что закрытая форма начала существовать и облеклась своим сиянием без контакта с материей. Вот эта закрытая форма – это форма, которая не соединяется с материей. Это форма, не связанная с материей. Есть форма ангелов, серафимов, душ и всех форм горнего мира. То есть все, что находится в надлунном мире, и сам, как бы сфера Луны, это то, что характеризуется как форма неконтактируемая. Они состоят только из форм, из форм, которая не связана с материей. Это тоже один из дискуссионных моментов в средневековой, как бы, мысли, являются ли сферы и так далее отделенными от материи. И аристотелики однозначно так их и называют – отделенные интеллекты. Они, правда, говорят, не о форме, да, об интеллекте, но интеллект, в каком-то смысле, интеллект и есть форма. Так вот, они отделены от материи. Либо некоторые мыслители, опять же тот, что упомянул Раби Шабеннахмана Рамбана, который является тоже в определенном смысле полемизирующим с философией, с философами-аристотеликами, с Рамбамом. Он говорит о некой иной материи иного типа. Вот эта материя иного типа, более тонкая, более, так сказать, чистая материя, она присуща этим самым надлунным существам. Но вот у Авраама Бархии она без контакта с материей. И говорят, что сия форма пребывала в одном месте, изнутри ее исходил сияющий свет. Ее свет распространился на форму, способную сочетаться с материей, и укрепил ее посредством Слова Божьего, чтобы она соединилась с материей. Видите, логос, который приводит, собственно говоря, в движение вот это сочетание материи и формы. Сначала эта форма прикрепилась к чистой, беспримесной материи. Помните, он говорил, да, что материя бывает двух родов. Между ними возникла сильная связь, которая не изменится до тех пор, пока они будут соединены. Из этого соединения были сотворены небесные тела. То есть небесные тела, он, видите, отличает от ангелов, серафимов, душ и так далее. То есть это не одно и то же у него. Хотя у некоторых авторов это, собственно говоря, одно и то же. Правда, что он имеет в виду под небесными телами, это тоже вопрос. Имеет в виду сферы или он имеет в виду звезды, которые запреплены на этих сферах. Но так или иначе, мы видим, что есть некий тип связи, да, некий тип связи материи и формы, который является вечным. И есть вот эта чистая беспримесная материя, о которой, опять же, да, здесь мы можем сказать, что здесь он приближается как раз вроде к тем, кто полагает, что есть вот эти надлунные существа, которые состоят из формы и материи. Но просто материя другая, другого типа, беспримесная материя, чистая материя. Но потом, он говорит, прикрепилась она и к нечистой материи. И из этого соединения были сотворены все виды тех земных тел, формы которых подвержены изменениям, но не меняют своего вида. Четыре праматери, то есть четыре первоэлемента. Это земля, воздух и огонь, и все разновидности растительности, образованные из них, ну и животные и так далее. Таким образом, материя и форма, которые, согласно древним философам, существовали в потенции до сотворения мира, это Тогу-Вавогу, поминаемые в Торе. Вот это отождествление материи и формы с Тогу-Вавогу встречается, насколько мне известно, как раз впервые у Авраама Бархии. И оно будет некоторыми еврейскими мыслителями повторяться. Где вот эти Тогу-Вавогу, это и есть не что иное, как материя и форма. И из этого и состоял мир, пока он не стал актуальной реальностью, по словам Бога. То есть вот этот хаос, это не что иное, как материя и форма, которые не соединены друг с другом и которые не приведены в это самое движение, которое, как мы видим, является таким довольно сложным. У нас есть форма, которая существует без материи, есть форма, которая существует с материей, но с чистой материей и неизменно. Есть форма, которая соединяется с нечистой материей и порождает существа, которые подвержены изменениям, возникновению, уничтожению и так далее. Это как бы все подлунные существа. Ну, есть у него, видите, соответствующая квалификация этих самых видов, этих форм, самодостаточная форма, которая никогда не соединяется с материей. Форма, которая крепко, неразделенно, нераздельно соединена с материей и не может измениться ни при каких обстоятельствах. Это небо и звезды, видите, что здесь небольшое противоречие, да, то есть там были небесные тела или сферы это или нет, здесь это звезды, да. В общем, здесь есть некая неясность, что же, собственно говоря, является вот этими формами, не соединенными с материями, и что являются формами, которые соединены с материей, да, что он подразумевает в небесном мире, да, да, классификация этого небесного мира. Что есть что? Он называет это ангелами, серафимами и так далее, но что это такое? Возможно, имеется в виду вот эти отделенные интеллекты, которые говорят философы-эристотеллики. Есть форма, соединенная с материями, но сохраняющая постоянство, но передвигающаяся от тела к телу и меняющая свои очертания, именно тела земных созданий. Это и предыдущие формы, которые соединены с материями, они способны отделиться от материи и существовать отдельно от нее, как они существовали первоначально. И по логике вещей может существовать еще одна разновидность формы. Форма, которая прикреплена к телу, но в конце концов отделится от него и вернется к своему первоначальному состоянию, то есть будет существовать сама по себе без материи. То есть форма, которая к телу прикреплена, но может каким-то образом его покинуть и существовать самостоятельно. И вот этот четвертый вид, он связывает как раз с человеческой душой, которая происходит из мира чистых форм. То есть человеческая душа связана каким-то образом с этим первой категорией, категория, которая несоединима вроде бы с материей, но она в силу каких-то обстоятельств все-таки была соединена, поэтому она грустная. И после пребывания в теле она должна вернуться в мир ангелов, то есть в мир форм, которые никогда не соединились с материей. Получается, что над душой, которая происходит из этого мира ангелов, было совершено некое насилие, которое привело к сочетанию ее с нечистой как раз материей. Но у нее есть потенциал покинуть ту самую нечистую материю и вернуться к своим подружкам, которые никогда не соединялись ни с такой материи. Под нечистой материи имеется в виду зло, спрашивает Женя. Нет, не зло имеется в виду. Имеется в виду просто типы, здесь нет добра и зла, то есть здесь нет этических категорий. Здесь речь идет не про этику, а про некую концепцию того, как устроен мир, то есть про антологию. То есть есть материя такая, есть материя сякая, есть материя условно называемая нечистая, то есть это материя, которая не может удерживаться долгое время формой. Можно было бы назвать ее, наверное, какими-то другими словами насчет чисто и нечистого. Она действительно начинает сбивать. Так вот, дальше он говорит о том, споря отчасти с философами-аристотеликами, он говорит о том, какая душа возвращается в этот самый горный мир. А вот это возвращение самой этой души в горный мир – это не что иное, как неоплатонический момент. Это как раз часть теории эманации, душа возвращающаяся как бы к свой дом. И здесь он говорит о том, что мудрая и праведная душа возвращается в горный мир и на вечного соединяется с чистой формой. Здесь важно, что это мудрая и праведная душа, потому что для аристотеликов, как мы видели у Иуды и Олеви, философ аристотелик говорит исключительно о мудрости. Праведность не является чем-то строго необходимым. Хотя на самом деле, естественно, что философы и аристотелики говорят о том, что праведность нужна, но она нужна как инструмент, потому что если ты не будешь праведным, то не добьешься мудрости. Ну, в каком смысле это своего рода гигиена, что ли, да, интеллектуальная гигиена, если человек праведный, ну, не только, может, интеллектуальная, но гигиена, которая позволяет двигаться по пути интеллектуального совершенства. Это праведность. Но сама по себе праведность ничего не обеспечивает. А у Авраама Бархии, вы видите, есть сочетание того и другого, и в этом смысле здесь есть некая полемика с философами и аристотеликами, которых он, по-видимому, тоже достаточно хорошо знает. Мудрая, но неправедная душа попадает в жар сферы. Видите, да, у аристотеликов, в общем, мудрая душа вполне себе соединяется с активным интеллектом, и все хорошо. А здесь она попадает в жар сферы, что имеется в виду, не очень понятно, да. Но в любом случае ее судьба кажется хуже, чем, например, праведная, но невежественная душа реинкарнируется в новое тело. Вот это реинкарнация, метемпсихоз, мы видим, и вот в этом, и Гайона нафиша отсюда, он говорит именно об этом, он реинкарнируется в новое тело, а потом в следующее, и так далее, пока не приобретет знания и не сможет подняться в горный мир. То есть невежественные души болтаются вот так, да, без конца, реинкарнируясь, пока не достигнут, по крайней мере, они никуда не попадают в какой-то жар сферы. Жар сферы не очень понятно, это суперхорошо, или, наоборот, суперплохо, да, потому что она там сгорает или что, или присоединяется к сфере, потому что сфера все-таки это некая высшая субстанция. А неправедная и невежественная душа исчезает подобно нищим душам. И нет никакой не реинкарнации, ничего. Здесь понятно, что в Рамабархии есть некая, в том числе, аллюзия на представление мудрецов Талмуда, да, относительно того, кто получает долю в будущем мире. При этом есть еще один мотив, вот в этом произведении Гайона Нэфиша Цуа, который перекликается, теперь уже, да, вот все, что мы сейчас прочитали, оно перекликается скорее с Ирфломой и Бангверолем. Ну, последний, может быть, абзац про возвращение души, частично с тем, что мы видим у Иуды и Олеви как мнение философа, да, и полемически заострено по отношению к этому мнению. Но есть у Авраама Бархии также и идеи относительно особенностей народа Израиля. Мы видели, что у Иуды и Олеви это достигает каких-то таких, да, очень больших высот, его расизм иудейский. У Авраама Бархии нечто из этого тоже есть, немножко по-другому, но мотив такой есть. Вот он говорит о том, что точно так же, как Бог отличил человека от всех других живых существ и возвысил над ними, он отличил один народ и осветил его для славы своей, возвысив над всем человечеством. И мы уже объясняли, что человек начал существовать после процесса сотворения, образования и устроения. Именно в таком порядке. Было сотворение, потом были образованы что-то, да, образован мироустройство, и каким-то образом были проведены связи между этими образованиями. Этот стих, который он привел выше, да, из-за каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы, образовал и устроил. Этот же стих показывает, что те люди, которые были сотворены, образованы и устроены для славы, его называется его именем. Чтобы это было понятно, я переставлю слова в стихе. «Каждый, кого я сотворил, образовал и устроил для славы моей, называется моим именем». И так велико преимущество Израиля, из-за которого его и называют Божьим именем. И состоит оно в том, что он признает божественное единство, принимает Тору. И я не говорю, что такое преимущество недоступно для остальной части человечества. Видите, это отличие от Иуда и Олеви. Хотя мы видели с вами в прошлый раз, что у Иуда и Олеви в конце трактата есть смягчение этой точки зрения. Что просто никак, антологически опять же, у евреев есть правоческая душа, у всех остальных нет правоческой души, тут ничего не попишешь. В конце трактата мы видели некое смягчение этой позиции, а здесь оно, это смягчение сразу же проговаривается в Раумбархии. Он говорит о том, что, пожалуйста, я не говорю, что это недоступно, потому что это было бы неверно. Мы должны верить, что врата покаяния открыты для всех, кто стремится к нему. Ну и Кальш приводит цитату. Он проявляет милость каждому, кто кается и обращается к нему. То есть достаточно раскаяться, признать единство Бога, принять Тору и, ну, по сути, присоединиться к народу Израиля, чтобы быть возвышенным над другим человечеством. Но здесь, естественно, возникает вопрос, это отличие, опять же, оно антологическое или нет. То есть у Далеви оно было антологическим, потому что он говорил, что это просто существа другого сорта, у них есть вот некий компонент, который у других существ нет. Раумбархии вроде бы этого не говорит, однако говорит, что как Бог отличил человека от всех других живых существ и возвысил, так и народ этот возвысил. И его концепция состоит в следующем. То есть это некая промежуточная точка зрения между антологическим отличием и отличием, скажем так, опять же, схожим с эпистемологическим. Эпистемология, на всякий случай, поясню, да, это теория познания, антология – это о сущем, о том, что существует. Так вот, то, что в этом своем произведении нам рассказывает Абрамбархия, он предлагает следующую историософскую концепцию. На самом деле она в большей степени развита как раз в другом его произведении, Меглата Мегале, где он говорит о том, что изначально изначально человек обладал чистой душой, которая, вот как он, видите, про эти чистые души говорил о том, что они несоединимы там с материей и так далее. Но во всяком случае, это вроде бы раз человек был сотворен, она уже была соединена. Но, тем не менее, она была в каком-то смысле потенциально, по крайней мере, она была готовой к своему очищению и присоединению к вот этим самым чистым формам. Но после грехопадения она, так сказать, скатилась. Скатилась по тем самым ступенькам, которые, в общем, все и рисуют. У нас есть еще животная душа и есть растительная душа. И он говорит, что после грехопадения разумная душа оказалась в подчинении. Разумная душа человека оказалась в подчинении животной и растительной. И как бы растительная душа оказалась доминирующей. Дальше состоялся потоп и каким-то образом это дело поправил. И растительная душа была лишена своего первенства, пальмы первенства вот в этом, в этой троице. И животная душа стала доминировать. И она по-прежнему, он говорит, доминирует в человеке. То есть в человеке, в любом человеке доминирует животная душа. А вот народ Израиля за счет дарования Торы на горе Синай, это было полное искупление того самого первородного греха. И народ Израиля сумел подняться над доминированием животной души и прийти к изначальному, правильному состоянию, когда разумная душа является, так сказать, командующим парадом в отношении животной души и души растительной. Поэтому, когда он говорит, что как Бог отличил человека от всех других живых существ, можно было бы перевести как от животных, так возвысил он свой народ. Потому что в этом смысле, если у Иуды и Олеви народ Израиля, типа пророки, остальные все человеки, они же есть еще в страта животных, то у Авраама Бархии нет вот этой дополнительности. Есть просто утверждение о том, что, по крайней мере, временно, не говорит о том, что человек в принципе не может возобладать над этой самой животной душой. Может возобладать, но остальным народам для этого нужно, нужно что-то, что нужно. Ну, нужен тот процесс, который, собственно говоря, предписан божественным планом и который должен реализоваться за счет действий народа Израиля, который оказался отличным от всех остальных людей, временно пусть отличным, но отличным в каком-то смысле на антологическом уровне, который преодолевается. Преодолевается чем он? Аристотелик бы сказал, преодолевается познанием, то есть как возобладать быть животным душой. Ну, наверное, вы просто больше знаете, все там, ходить в библиотеку, все будет нормально. Но Авраам Бархия, как мы видим, для него праведность и мудрость, они являются определенного рода сочетающейся такой парой. Хотя, как мы видели в первой вот этой книге энциклопедической, он говорит о практической мудрости, о теоретической мудрости. Теоретическая мудрость – это как раз и есть мудрость, которая никак не связана с этикой и с праведностью. Но, тем не менее, и то, и другое является частью разумной души. И поэтому, собственно говоря, здесь он говорит о том, что каждый может покаяться и вернуться, то есть совершить шуа, совершение шуы для него в том числе является частью вот этого самого преодоления, преодоления животной души, которая дополняется, по-видимому, познанием. Ну, вот такая концепция. Могла ли она оказать влияние на Иуду Олеви, который в каком смысле модернизировал, немножко видоизменил вот это отличие народа Израиля от других народов? Трудно сказать, да, потому что ни Иуду Олеви, ни Маймонид не упоминают Авраама Бархию в своих произведениях. Ну, хорошо, это то, что я хотел вам рассказать про Авраама Бархию. Если есть по этому поводу какие-то вопросы, давайте. Если нет, то перейдем к другому Аврааму. Как всегда, очень интересно, Оля, а что же она такая печаль, откуда такая проистекает? Вроде все это можно рассказать очень весело и жизнерадостно. Ну, можно рассказать, но она же пребывает где? Она должна быть среди чистых форм, а она бедная с материей все время, с нашей, имеет дело. И, конечно, она печальная, это же как тюрьма. Это как раз очень понятно, да, почему она печальная, очень понятно. Она же все время тоскует по своему источнику, по вот этому миру чистых форм, где она пребывала и не должна была, вроде бы, могла бы, по крайней мере, не соединяться с материей, а она соединилась, и вот страдает от этого и печаль. Ну, да. А кто, извиняюсь, я думаю, вы закончили. Кто создал эту нечистую чистую? Это Всевышний создал и то, и другое? Получается, раз до Эдемского сада это было уже создано все? Ну, да, естественно, да, с его точки зрения, так устроен мир. Раз так устроен мир, он не отрицает сотворенность мира, как мы видим. Значит, Всевышний так создал, такая стратификация. Мы могли бы спросить, почему Всевышний так создал, да? Вот это, может быть, вопрос. Ну, да, я думала, что Всевышний… А почему так Всевышний создал? Так он создал, потому что, на самом деле, Абрам Бархия, вот этот переход от актуальности, от потенциала актуализации, он распространяет в том числе на человеческую историю. Почему так все создано, что у нас есть зернышко, а из него вырастает цветок? Почему бы сразу цветок не создать? Потому что вот это движение, само по себе движение роста, да, из состояния, так сказать, условно, можно сказать, нечистого или ущербного, что такое зернышко? Вообще ничего. А из него вырастает цветок. Вот это, то, что, собственно говоря, этот процесс у Аристотеля называется интелехия, да, становление определенное. Вот это становление, оно и лежит в основе, в том числе, это, кстати, является своего рода такой одной из главных инноваций. Абрам Абархиев говорит о том, что вот это становление, оно вложено и в человеческую историю тоже. То есть человек и знания его из Эдемского сада, да, он был выброшен и, так сказать, оказался в тенетах растительной души, то есть превратился в каком-то смысле в растение, для того, чтобы вырасти в человека. Ну, здесь есть концепция, которая восходит к палмудическим источникам, а у Саадига, он развивается достаточно ярко, красочно. Это хлеб, как бы полученный задарма. То есть если что-то получено просто так, даром, то в этом нет прелести никакой. А вот если человек ощущает, что он заслужил, работал, трудился и так далее, тогда другое дело. И поэтому просто одарить кого-то можно, но это гораздо хуже, чем наградить кого-то за его старания. И вот эти старания, они, собственно говоря, и лежат. То есть это то, чего как бы творец и хотел, чтобы это старание человек, или в данном случае уже человечество проявило. А как оно должно проявить эти старания? Вот преодолевая, самая растительная душа, предположим, преодолена, застряли на состоянии животной души, теперь нужно дотянуться до разумной. Есть ребята, которые уже дотянулись, ну, не знаю, равняйся на них или что-то в этом роде. Они уже двигают эту самую историю. В конце концов, геула, или конец времен, который открывается как раз в трактате Мегелата Мегале, это и есть прикод человечества к этому состоянию, состоянию, когда разумная душа оказывается доминирующей, а это обеспечивает в свою очередь ей, кроме всего прочего, она и разумная, и праведная, это обеспечивает ее возвращение в этот самый уголок чистых, в кружок чистых форм. Спасибо. Вот действительно конструкции вроде напоминают рамбомовские, но, например, вот обращаем внимание на детали. Есть ли у него такая гендерная привязка, например, в Морен-Вухим вдруг появляется, что форма, она как неверная жена, или как распутная женщина, которая к себе тянет материя. Материя, наоборот, да. Материя распутная, да. Это на самом деле не только у рамбома, то еще у Аристотеля мы можем найти вот это сравнение, сравнение материи с женским началом, а форма с мужской, да. Это очень понятная как бы параллель. Она не совсем даже гендерная, да, то есть она гендерная в таком смысле случайна, потому что материя является чем-то, что получает, а форма – это то, что дает, да, то есть форма активна, материя пассивна. И в этом смысле есть параллель. Женщина как нечто воспринимающее, мужчина как как раз что-то дающее. Только за счет вот такого рода аналогий проводится вот эта самая метафора, да. Но она имеет, безусловно, у некоторых особенно мыслителей, ну, почти у всех средневековых, в том числе и следствие определенные гендерного характера, да. Но изначально это абстрактное сравнение, сравнение вот этого элемента давания и элемента получения. Женщина – это то, что получает, мужчина – это то, что дает. Например, если мы говорим о там талмудической литературе, то понятие женскости и мужественности, они плавающие, да. То есть народ Израиля – то у нас девушка, то юноша, в зависимости от того, в каком отношении. По отношению к Богу у девушка, по отношению к Туре – юноша. Мудрецы талмуда – они то у нас женщины, то, наоборот, мужчины. Когда преподает мужчина, когда воспринимает Тор – женщина. То есть в талмудической литературе это очень подвижная структура, поскольку действительно есть вот такая довольно твердая параллель между тем, что называется женщиной, и тем, что называется мужчиной. То есть они в каком-то смысле, если бы мудрецы талмуда мыслили концепциями, то можно было бы сказать, что женскость и мужественность – это на самом деле просто концепции, а не конкретные их воплощения. А конкретные воплощения – это как любое конкретное воплощение, как воплощение, не знаю, платоновских идей. Но до этого мудрецы талмуда не договариваются, конечно, и мы такого рода определения не встретим, но зато метафорика является метафорикой плавающей за счет как раз того, что вот это отношение оказывается абстрактным. У Аристотеля оно тоже абстрактным. А конкретизацию – эта конкретизация является, скажем так, как своеобразной вульгаризации философского концепта. Но она, эта вульгаризация, присутствует во многих произведениях. В том числе, кстати, у Рамбана, который говорит про женщин и детей как недочеловеков. Я ответил, Миш, или я ушел от темы, от вопроса? Нет, нет, ответил, ответил. Я просто параллельно продумываю, припоминаю, там, боярин, который обвиняет Рамбана в мезогинии, да, так сказать. Боярин всех обвиняет в мезогинии. Да, в мезогинии. Но он противопоставляет, он говорит, что как бы Рамбан унаследовал неоплутонические мезогинные традиции, в то время как мудрецы Талмуда, может быть, гораздо, так сказать, может быть, гораздо более, может быть, гораздо более, так сказать, тут лучше относятся к женщинам, чем линия Рамбана. Что ты про это скажешь? Ну, я только что про это то же самое сказал практически, да. Не то, что лучше, только боярин это проецирует как раз на отношения полов. Я говорю о том, что это не обязательно отношения полов. Это просто подвижная концепция вот этого соотношения, да, соотношения дающего и принимающего, которое, естественно, мы можем проецировать это на отношения к женщинам и так далее. Боярин, поскольку он феминист, его это очень увлекает. Но с моей точки зрения, это не совсем правомерно, да. То есть не то, что они лучше относились, хуже относились, там, не знаю, Рамба мог жену на руках носить в большей степени, чем мудрецы. Здесь же вопрос, да, то есть дело не в этом. Но, естественно, что в философской картине мира, если говорить вот об этой метафоре, материя – это женщина, форма – это мужское начало. Понятно, вот только что мы видели, форма, она более возвышенная, материя зависима там, ну и так далее. И параллелей возникает миллион. И она более жесткая в философской традиции, не обязательно в неоплатонической, и в Аристоте, и в Аристотеле то же самое. А у мудрецов Талмуда это подвижно, то есть поскольку они не связаны концепцией какой-то, а связаны вот этой абстракцией, да, отношений давать-получать. Да, получается, что, ну, в том числе, да, тот же Боярин пишет о том, что отношения между учителем и учеником описываются как эротические. Почему они описываются как эротические? Именно поэтому, да, потому что учитель дает, ученик принимает, то есть ученик оказывается женщина, учитель оказывается мужчина. В этом смысле. При этом это не говорит о том, что учителя там спали с учениками. Да, хотя некоторые, опять же, особо прогрессивные исследователи как раз на этом настаивают, раз есть эротический момент, значит, вот так. Но это совершенно необязательно, да, то есть это проекция как раз, ну, она продолжает оставаться на уровне концепта, а не на уровне воплощения. Там, например, история с Брурией, да, она про это, в каком смысле, про вот это взаимоотношение мужского и женского. Но это мы уйдем сейчас от темы, довольно далеко. Спасибо. Ну что, переходим к Аврааму и Бендауду? Да, давайте. Аврааму и Бендауд, вы видите, да, годы его жизни, не все примерные, точных у нас нету, и в данном случае тоже. Но это уже 12 век, в разгаре, да, Аврааму и Бендауд считаются первым еврейским аристотеликам. Его сокращение, да, то есть акроним Рават или Равит, и нужно иметь в виду, что у нас таких по меньшей мере три. У нас есть еще Авраам бен Давид из Паскеры, критик Рамба, оживший чуть позднее, чем Авраам бендауд, и периодически возникает путаница между ними, потому что их зовут-то одинаково, только Авраам и Бендауд, поскольку он в арабоязычном регионе, а Авраам бен Давид, поскольку он уже в Провансе из Паскеры, да. Авраам и Бендауд, и Бендауд наш, он написал, собственно говоря, одно большое произведение философско-теологического характера, которое называется «Эмуна Рама» «Возвышенная вера». Написал он его тоже на арабском языке, у нас есть два перевода на иврит, арабский оригинал у нас не сохранился. И еще одно его очень известное произведение, в котором он выступает скорее как историк, называется «Сефир Гакабала». Не имеет отношения это произведение ни к какой кабале, в смысле как к мистической традиции, а рассказывает просто о традиции, потому что слово «капала» – это традиция. И в этом произведении он рассказывает, собственно говоря, развивая мотив, который звучит в трактате «А вот Моисей передал Иошуа, Иошуа передал старейшинам» и так далее, и так далее. И, собственно говоря, он описывает вот этот весь процесс передачи традиций вплоть до вот его времен, до XII века очень подробно и уступает в этом смысле скорее как историк, нежели как мыслитель. А вот его произведение «Имуна Рома» является своего рода предвестием «Путеводитель растерянный», потому что, вообще-то говоря, он ставит перед собой задачу в этом произведении, вроде бы, в предисловии. Он говорит о том, что главная проблема, которую он будет решать, это вопрос о свободе выбора и предопределении, да, божественное проведение и свобода выбора. Вот это как бы вопрос, который он вроде бы должен решать, но на самом деле этому посвящено незначительный фрагмент трактата. А сам трактат, он поделен условно на две части. Первая часть – это некие философские концепции, концепции, явно выдержанные в духе философии аристотеликов, или даже более конкретно ибнсины, то есть официанты. А вторая часть является частью теологической, где, собственно говоря, он про свободу выбора и будет говорить, и посвящена там, можно сказать, вопросам, в том числе человеческой души, там, и так далее, и о спасении и прочее. А первая часть, она как раз связана с целым рядом проблем, которые являются проблемами философов аристотеликов. И вот в своем предисловии он говорит о том, что, мы сейчас этот фрагментик тоже прочитаем, о том, что на самом деле нет никакого противоречия между разумом и Торой, это, собственно, и Абсадига он говорил, что нет противоречий, но Авраам и Бандаут говорит о том, что я покажу, что нет противоречий, я покажу, что все это на самом деле и Тора, и философия говорят более-менее об одном и том же, и он вот в этой первой части именно это пытается сделать. Он сначала формулирует некую философскую концепцию в духе Авиценны, а затем приводит ряд стихов из Писания, которые должны бы говорить об этом же самом, но он не приводит их интерпретации, то есть он как бы делает вид, что очевидно, что это про то, что я что-то сказал, и в этом смысле его произведение, конечно, оставляет нас в некотором недоумении, потому что тот сказал, что эти стихи про это, возникает определенного рода недоговоренность, но сама идея на идее это та же самая, что в путеводителе растерянных Маймонида. Ну и еще один любопытный момент, что в начале вот этого своего трактата иммуна-рама он критикует Ибн-Гвироля, но там не очень понятно, что это Ибн-Гвироль, но можно было бы догадаться, что это Ибн-Гвироль, это в очередной раз, помните, я говорил о том, что вот это произведение «Источник жизни Ибн-Гвироля» идентифицировано было, то есть или атрибутировано Ибн-Гвироля только в конце XIX века, почему читатели вот этого трактата иммуна-рама не задумались об этом, не очень понятно, но правда он не говорит о том, какое произведение Ибн-Гвироля, он просто его критикует, когда мы понимаем, что речь идет про вот этот источник жизни, то все становится ясно. Он говорит о том, что Ибн-Гвироль, его претензии такие, что он написал книгу для последователей всех религиозных конфессий, а не только для израильского народа, что для Авраама и Бендауда, вы видите, это является минусом, можно бы сказать, что это плюс, философский, универсальный трактат, и очень хорошо, но для Авраама и Бендауда это не очень хорошо. Тема говорит о том, что он преувеличенно, подробно разбирает одну единственную тему, то есть тему материи и формы, которая, в общем, пронизывает весь трактат, хотя там есть идея, в том числе идея волонтаризма и так далее, какую из этих тем он имеет в виду, я думаю, что скорее про материю и форму он говорит, но вот как бы это узость этого трактата. Но еще более любопытно, это то, что, собственно говоря, характерно для всех аристотелликов, которые критикуют неоплатоников, так называемых, не за теорию эманации они критикуют за то, что не хватает научного метода. И он использует недоказанные предпосылки и маскирует этот недостаток множеством аргументов, каждый из которых столь же малоубедительный, как и остальные. То есть нет строгого логического доказательства. Нет доказательства, вот он не исходит из посылок, которые являются аподектическими, а в общем занимается некой интеллектуальной манипуляцией с точки зрения Авраама и Бендеуда, это то, в чем философы и аристотелики обвиняют всех тех, кто не принадлежит их школе. Ну и еще он говорит о том, что он вводит еврейский народ в заблуждение. Это не очень понятное утверждение. Что он имеет в виду под тем, что он вводит еврейский народ в заблуждение, не ясно, тем более, что написана книга для всех конфессий, как он сам говорит. Ну вот, помимо вот этой критики Бенгероля, которая звучит в самом предисловии к этому трактату «Завышенная вера», он говорит следующее, когда как бы обозначает саму тему свободы воли и предопределения, он говорил, что я заметил, говорит, что путаница и ошибки, связанные с этой проблемой и другими родственниками возникли у наших ученых нынешнюю эпоху, у наших ученых имеется в виду еврейских мудрецов, потому что они отказались от исследования принципов своей иудейской веры и от поиска соответствия и согласованности, которая существует между этой верой и истинной философией, на которую полагаются сами философы. То есть, проблемы свободы воли и предопределения и другие подобные, то есть, теологические проблемы, они возникают у нас евреев, говорит он, потому что у нас с принципами проблемы, а у нас действительно с принципами проблемы пока что, да, у нас же нет пока догматики на тот момент, у нас нет формулировки догматов еврейской веры, у христиан разработанная догматика, у мусульман разработанная догматика, а у евреев этого нет. Собственно говоря, ее разработает маймонит, Рамбан, который сформулирует 13 основ веры, это и есть собственно говоря, создание этих самых принципов веры. Рама Бендаут говорит, что их пока нет, они отказались, то ли они где-то есть, где они есть, неизвестно, отказались от исследования принципов, отказались от исследования, в общем, не имеют, собственно говоря, догматической основы веры. А если бы она была, то можно было бы искать соответствие, да, и согласование между верой и философией. Поскольку вера у нас аморф, но она не сформулирована никак, истинной философией тоже никто не занимается, вот и проблема. И это произошло потому, что они перестали изучать науки, однако не таков был обычай мудрецов нашего народа в прошлом. и он доказывает в том числе то, что мудрецы Талмуда весьма тщательно изучали науки своего времени и не отставали от этих наук. И здесь он тоже близок к Маймониду, который будет говорить о том, что у нас Маймониду был философ, и все пророки были философы, и мудрецы Талмуда были философы, в том смысле, что изучали науки. Быть философом это значит изучать науки. Так вот, у нас все было хорошо, а сейчас все это позабросили. И хотя в наши времена иногда случается так, что кто-то немного займется науками, но ему не хватает сил, чтобы держать двумя руками два светильника, правой рукой светильник его религии, а левой светильник его науки. Все-таки религия в правой руке, мы знаем, что правая рука посильнее будет, а левая послабее, но тем не менее нужно держать оба светильника, нужна и наука, и религия. И пока он зажигает светильник науки, светильник религии гаснет. Такой образ, образ, собственно говоря, в каком-то смысле растерянного, который вот с этими не может справиться с этими двумя светильниками. И когда кто-то только начинает изучать науки, бывает ошеломленно, он, видите, вот он растерянный, о которой будет говорить Маймонида почти тем же самыми словами, тем, что узнал, сопоставляя это с традиционным знанием, потому что он еще не достиг науки того уровня, который позволил бы ему устанавливать истину в неясных вопросах. И здесь ответ такой же, как будет у Маймонида. То есть растерянность или ошеломление происходит от чего? От того, что слабовато знает философию человека. Если бы он достиг в науке, то есть философии больших высот, то все нормально было бы тогда, все сомнения были бы сняты. Значит, он говорит, эта книга окажется для него очень полезной, и она познакомит его со многими постулатами науки, которые мы выстроили в соответствии с принципами религии. Вот это как раз первая часть, то есть она посвящена изложениям неких постулатов или концепций науки, которые дополняются обилием цитат из Писания, которые должны подтвердить. Когда он говорит о необходимости интерпретировать библейские тексты в согласии с разумом, то есть давать философскую интерпретацию, он говорит так же, как и будет говорить о том, что проблемой понимания библейского текста или Торы являются многозначные слова и образные выражения и так далее. Но более подробно вот он говорит о причинах, о двух причинах, почему нужно интерпретировать библейские тексты в согласии с разумом. Первая причина состоит в том, что Тора и философия вопиющим образом противоречат одна другой в наиболее сложных вопросах веры. Так, мнение истинной философии относительно первого из атрибутов Бога состоит в том, что он един во всех аспектах, и его единственность это и есть его сущность. Но мы находим вторе стихии, из которых при первоначальном неточном рассмотрении следует существование различных противоположных атрибутов, которые приписываются ему один за другим, и вот он говорит как раз о проблеме атрибутов, с которой Маймони Трампом будет разбираться очень подробно. И поскольку философия и Тора в этом вопросе совершенно расходятся, на первый взгляд, мы оказываемся в положении человека, имеющего двух господ, из которых один большой, а другой немаленький. И человек не может облажать одного из них, не поступая на перекор другому. Следовательно, мы найдем способ согласовывать их философию религии. Если найдем, то это можно будет считать нашей большой удачей. Вот она еще подчеркивание этой самой растерянности и подчеркивание того, что буквальный смысл писания, он вопиющим образом противоречит философии. А вторая причина состоит в том, что если мы отклоним мнение философов в его целостности, хотя оно базируется на надежных доказательствах, и оно весьма значительное, с наукой, это не шутка, в отличие вот Иуде Олеве, Авраам и Бенделл считают, что все нормально, все надежные доказательства, все очень значительно. И если мы подвергнем сомнению их философов аргументы и не станем уважать их выдающиеся заслуги, решим полагаться лишь на то, что необходимости вытекают из благооткровенного текста, то увидим, что сами библейские высказывания противоречат друг другу, и по-настоящему их объединяет только принцип, о котором мы будем говорить в этой главе, он говорит о том, что без философии в каком-то смысле невозможно прочитать библейский текст. Почему? Потому что там будут возникать противоречия, которые мы на первый взгляд, то есть человек так сказать неглубокий может их не увидеть и решить, что там все очень хорошо и все замечательно, друг другому так сказать подходит и связанно, а на самом деле при внимательном рассмотрении библейский текст в общем сам оказывается проблемным, сам по себе оказывается проблемным, и решить эти проблемы можно как раз если иметь в виду мнение философов, которые базируются на надежных доказательствах и так далее. Мы видим, что это некая явная такая альтернатива концепция Иуды и Олеви, который предполагает, что как раз у философов нет надежных доказательств и по крайней мере в некоторых областях физики и метафизики, поэтому на них полагаться ни в коем случае нельзя. Здесь у нас собственно говоря подход, который будет развивать дальнейшую маймониту, вы видите практически, то есть вы еще не видите, потому что про маймонида не говорили, но вы увидите, что этот подход в точности иногда даже дословно совпадает с проектом маймонида, просто тот же самый проект маймонит решал гораздо более изощренным образом, нежели Авраам и Бундаут, и поэтому Авраам и Бундаут остался в каком-то смысле в тени маймонида, хотя его произведение было написано несколько десятилетий раньше. И, как я уже сказал, во второй части трактата он переходит как раз к вопросам, которые условно можно назвать теологическими вопросами, ну, в том числе относительно того, что из себя представляет человеческая душа, ее происхождение, и он перечисляет в частности некие гипотезы происхождения человеческой души, неоплатоническую концепцию, что человеческая душа есть истро чистого возвышенного мира, только что мы видели у Авраама в архии именно такого рода подход, что позволяет как раз говорить, да, о том, что неизвестно кто он, неоплатоник, альцетелик, и так далее, но для Авраама и Бундаута понятно, что если человек говорит, мыслитель о душе как искре чистого возвышенного мира, он явный неоплатоник, и она существовала до появления тела, и она была изгнана в этот грубый материальный мир, грустный, бедный, и приобретя знания, она может вернуться к своему источнику, он говорит только о знании, а не о праведности, и вновь обрести свою изначальную чистоту и совершенству. Эту точку зрения он критикует, он говорит, что это какая-то ерунда, совокупность человеческих душ по необходимости должна представлять собой либо единство, либо множественность, то есть это либо одна душа, либо их много, если бы существовала одна какая-то душа, общая для всех людей, она была бы одновременно мудрой, невежественной, праведной и неправедной, однако простая нематериальная субстанция не может быть вместилищем акциденции этих разных свойств, если она простая. И вот как мы видели, только материальные субстанции имеют акциденции. У материальных вещей есть мягкие, твердые, горячие, холодные и так далее, а простая нет. Если бы человеческие души различались по своей субстанции, предположим, тогда они представляли бы собой не единую человеческую душу, а конгломерат разве различных душ. Он говорит так, что если ты говоришь, что это одна душа, то тогда ты не можешь ей приписывать то, что мы видим в разных людях, потому что одни люди такие, другие люди такие. Если эта душа является общей, то у тебя не получится сочетать эти различия, да, эти различия не могут быть ей присущи. То есть если вот это та самая душа, которая возвращается к источнику, он говорит, да, то есть если ее корень один и тот же, то на самом деле она не может иметь такого рода различных проявлений. А если ты скажешь, что на самом деле это разные души, да, вот это множество душ, они отличаются субстанционально, то тогда у тебя не получится говорить об одной душе человеческой, а нужно говорить о различных душах. Таким образом, он вот эту идею отрицает. На самом деле, можно сказать, что сама эта его аргументация, она приложима в каком-то смысле и к концепции философа аристотеликов. И мы с вами видели, если вы помните, у Илуды Олеви некую аргументацию, какая-то очень похожая на это. Он говорит о том, что хорошо, ты говоришь, что в конце концов человек, который достигает интеллектуального совершенства, он соединяется с душой Сократа, Платона и так далее. Помните такое? И его критика как раз в том и состоит. Тогда получается, что это какая-то одна душа, а не различные души. А человек, собственно, теряет ту самую свою индивидуацию. То есть он оказывается причастным этой самой единой души, и тогда нет индивидуальных различий между Сократом, Аристотелем и так далее. Он приводит также и концепцию того, что существование души невозможно, возражение такое, что это очевидная ложь, и все. И сам он придерживается концепции того, что существование души зависит от обстоятельств, в каком смысле. Что значит существование души? Не существование души, а ее проявление зависит от обстоятельств. И здесь используют вот эту самую концепцию движения, которая характерна для философии Аристотеля. Он говорит, что все, что движется, а движение – это изменение, движется под воздействием какого-то двигателя. Человеческая душа, существующая как потенциальная возможность в каждом из нас, может стать актуальной. То есть душа – это потенция. Она может актуализироваться. То есть достичь своего полного расцвета и совершенства под воздействием активного интеллекта. Как мы видели, говорил Аристотелик в Иудеолее. И этот аргумент также доказывает еще и существование высших субстанций, всегда совершенных и всегда активных. Ибо только активное существо, то есть актуализировано, а вот эти высшие субстанции надлунные, они как бы все время находятся в состоянии актуальности. Они могут перевести потенциальную возможность в состояние актуальности. То есть они могут повлиять на то, чтобы некое существо подлунного мира перешло из состояния потенциального в актуальное. Это касается не только людей, но и в том числе того же самого цветочка. То есть что позволяет цветочку из зернышка превратиться, расцвести. Собственно говоря, тоже влияние этой самой сферы Луны, то есть активного интеллекта, который поставляет эти формы и который обеспечивает в каком-то смысле вот всю машинерию в подлунном мире. То есть он не буквально руководит расцветом, так сказать, цветочка, но благодаря промежуточным причинам, которые запускаются, собственно говоря, этим самым активным интеллектом, происходит вот этот самый расцвет. И то же самое говорит Авраам Аден-Деут касается и человеческой души. Хотел я еще привести несколько фрагментов, но наверное про них, да, про так сказать, высший уровень пророчества, когда, собственно говоря, душа достигает определенного рода высшего состояния и сравнить фрагмента, в том числе с тем, что говорил Авраам Бархи, но наверное эти два фрагмента, а также отличие людей от ангелов мы давайте оставим на следующий раз. Если у вас есть какие-то вопросы, пока что, да, задайте их. Не хотите задавать вопросы? Вопросов пока нет. Хорошо, вопросов пока нет. Вы объяснили эту первую часть очень хорошо, вторую начали, вот когда закончим, наверное. Тогда и появятся вопросы. Ну, хорошо, да, то есть в следующий раз мы закончим с Авраамом и Бундаудом, мы видим, да, что Авраам и Бундауд это своеобразная такая предтеча мысли Маймонида, который опять же неизвестно идет по его стопам или заново как бы переоткрывает все эти вещи. Скорее всего он был знаком с вот этим произведением на ромах. Но развитие всех этих идей и положений, которые мы встречаем у Авраама и Бундауда у Маймонида конечно гораздо более красочно и более развито. И вот Авраама и Бундауда мы как раз перейдем в следующий раз дочитав вот эти пару фрагментов мы перейдем к Маймониду и остановимся на нем достаточно долго, потому что у нас есть довольно много текстов переведенных на русский язык. Это и предисловия к Мишне, которые вскоре выйдут в издательстве книжники. Саша Фегин перевел и мы воспользуемся этим переводом еще до того, как он появится в печати. Это и Мишне Тора, которая тоже переведена с предисловием Миши Шнайдера. Ну и это Морейн Лухим с комментариями Миши Шнайдера, которые мы будем изучать более внимательно. А вот хотелось спросить, Аврам Ибн Дауд, он был как проходец, на котором потом Маймонид будет основываться? Ну, его не назовешь первопроходцем, потому что вообще-то говоря, он ничего нового не изобретает, как бы, да, кроме методики или некого направления мысли относительно того, каким образом решать противоречия между Торой и философией, но сама философия в области философии, ну, собственно говоря, и Маймонид тоже в области философии не являются первопроходцами, да, они являются просто представителями школы аристотеликов или хорошо знающими философию вот этой школы. А Саадия не знал, да, Саадия не был знаком? Саадия не был знаком, нет, Саадия не был знаком. То есть Саадия философ стихийный назовем его по сравнению с аристотеликами, да? Ну, да, даже, может быть, и не философ, да, то есть его сложно назвать философом, скорее, все-таки теолог, да, вот в этой классификации, о которой мы говорили. Да, вот здесь вопрос, книжники все-таки напечатают? Да, напечатают, сейчас идет редактура этой книги, я имею в виду предисловия Мишни Рамбома и другие его предисловия. Эта книга, да, должна через какое-то время появиться в печати. Но мы немножко предварим это появление в печати и некоторые фрагменты почитаем. Спасибо большое. Да, хорошо, всем счастливо. Спасибо огромное. До следующего четверга. Счастливо. Спасибо. Спасибо. До свидания.